Я дам вам короткий обзор рака в ВИЧ-инфицированной популяции. Что мы теперь знаем точно? Это то, что люди с ВИЧ-инфекцией обладают большим риском в развитии разных онкологических заболеваний по двум причинам. Первая из них – это высокая степень иммуносупрессии, которая предотвращает адекватный контроль всех онкогенных вирусных инфекций. И вторая причина стоит в том, что у людей с ВИЧ-инфекцией обычно наблюдается высокая частота факторов риска, ассоциированных с раком, таких как курение или использования алкоголя. Два вида рака, которые наблюдаются у пациентов с ВИЧ – это тракома капоши и нехожки скелинфома. И они входят в число восьми основных типов рака. У женщины также очень важны рак шейки матки. После того, как были введены практику и эффективные отрывы этого вируса и средства в Европе и США, риск развития СПИДа в значительной степени снизился в ВИЧ-инфекцией популяции. Здесь можете увидеть изменения в смертности в момент, когда появилась интенсивная антиретровирусная терапия. И за последующие 20 лет она снизилась с 16 до 3. был значительный вклад, как вы знаете, значительное влияние, доступность медицинской помощи для ВИЧ-инфицированных, и улучшение иммунного статуса. У тех, кто получает терапию, очень хорошо видно и возникает быстро. Это возникает, это оказывает влияние на длительность жизни. Как вы видите, в 1996 году только 40% из ВИЧ-инфицированных достигали возраста более 40 лет, а через 20 лет эта цифра достигла 80% людей, которые старше 40 лет. Но влияние ВИЧ-инфицированной иммунсупрации на людей старшего возраста пока нужно изучить. В первую очередь рассмотрим виды рака, которые связаны с возникновением с ПИД в США. Это страна, в которой у нас пока наибольший массив данных. Здесь вы видите зеленые столбики. Это 1991 год. Здесь вы видите, что что как заболеваемость, так и смертность от раков стали снижаться до того, как появилась эссенсивная антиретровирусная терапия. Вероятно, это связано с возникновением первого вида лечения, которое у нас было. И сфортическая саркома Капоши извинила эпидемиологию ВИЧ. Дальше также снижалась частота онкологических изменений с появлением инциктивной антиретровирусной терапии. Тем не менее, три рака саркома Капоши, Хошелинфома и Ракшики матки через 20 лет после того, как у нас появилась антиретровирусная терапия, остаются значительно более частыми в сравнении с общей популяцией. Давайте теперь посмотрим на синие столбики, которые описывают частоту случаев рака, которая не связана с ВИЧ. Вы видите, что эти значения начали увеличиваться после появления в практике антиретровирусной терапии. И это обычно аналийрак, рак легких, рак пристательной железы, рак печени и лимфома Хошкина. И факт, который повлиял на повышение встречаемости этих видов рака в ВИЧ-инфицированной популяции и числе людей, которые... это число людей, которые стали старше благодаря доступности антиретровирусной терапии, которые смогли прожить дольше. Тем не менее, было снижение частоты практически всех этих ВИЧ-инфицированных видов рака. В данный момент я хотелось бы больше сфокусироваться на ВИЧ-инфицированных раках. Мы знаем, что ВИЧ вызывает 5% анкологические заболевания в общей популяции и 10% раков в женской популяции. Он вызывает 100% раков в шейке матки у детей и 80% раков в анального канала. Иммузопрессия, связанная с ВИЧ-инфекцией, снижает способность организма контролировать развитие онкоген... инфекции, вызов онкогенными вирусами. И риск связан с этими вирусами, риск развития рака, связан с этими вирусами, возрастает. И вы видите, что в Южной Африке, несмотря на появление доступной отериторизмной терапии, частота рака шейки матки значительно быстро возрастает. Есть показаны индийские данные. До появления отериторизмной терапии и сейчас, и риск рака возрастает. И даже в США вы видите, что снижение частоты рака шейки матки незначительное. Таким образом, похоже, что в данный момент женщины, вещественные стороны женщины. Их шансы, учитывая их шансы, меньший шанс на элиминирование инфекции в ВПЧ, обославливает более высокий риск в инфекции и больший риск рака шейки матки. И у всех этих женщин наблюдается меньшее количество CD4 плюс клеток. И иммунсепрессия, низкое число CD4 плюс клеток не позволяет контролировать инфекцию. Тем не менее, диагноз СПИД также может быть маркером неадекватной терапии. Эти женщины не принимают антиротравистную терапию или проходят неадекватный скрининг на онкологическое заболевание. И мы знаем, что скрининг на рак шейки матки работает. Об этом в странах, где есть хорошо организована система, программа скрининга рака шейки матки. Похоже, что ВИЧ в меньшей степени влияет на частоту, на риск рака шейки матки у ВИЧ инфекционных женщин. В то же время, в странах, где нет хорошо организованной программы скрининга рака шейки матки. В этих странах, частота рака шейки матки у ВИЧ инфекционных женщин значительно выше. И в популяции женщин с ВИЧ инфекцией различие в частоте заболеваемости не объясняется иммуносупрессией, возрастом, длительностью антиретровистной терапии, но у них наблюдается большая черта инфекции ВРН и ВПЧ. Основное объяснение – это недостатка доступа к программам скрининга. Существует популяция женщин в Южной Африке, которые принимали антиретровистную терапию, и они начали программу скрининга рака шейки матки в этой популяции. И когда эта программа была инициирована, это был скрининг, основанный на цитологическом исследовании Москов Папа-Николао, эта программа улучшила доступ к эффективной терапии раковых изменений шейки матки. Было очевидно, что это вызвало снижение частоты случаев рака шейки матки. Поэтому раннее начало скрининга и пациент, в которой уже получают антиретровистную терапию, позволяет снизить частоту рака шейки матки. И надо заметить, что планирование инициирование подобных исследований в Санкт-Петербурге совместно с Институтом онкологии имени Петрова и Санкт-Петербургского Большого университета. Использование этого протокола это очень хорошее начинание. Несколько слов про рак аналитового канала. Он также часто встречается в популяции пациентов с ВИЧ. Это третий почитатель рака в данной группе пациентов. И что интересно, здесь показано на 1996 год. Начало интенсивной терапии гравиды. Вы видите, что частота аналитового рака не снизилась, она продолжала расти и достигла плату. И только несколько лет назад она начала снижаться. И относительный риск. Рак аналитового канала очень высокий в поле пациентов с ВИЧ. Не только у мужчин, не только у сексуалистов, но и у ВИЧ-инфицированных женщин. И в данный момент очевидно, что у ВИЧ-инфицированных женщин ВПЧ распространяется везде парагонитальному тракту. И аналитовый канал служит в качестве резервуара ВПЧ-инфекции. И он отвечает за развитие рака. И, к сожалению, в отличие от рака шейки матки, нет программ скрининга, нет рекомендаций по скринингу. Мы не знаем, когда и как проводить скрининг в данной популяции. Есть ли преимущества от анти-ВПЧ вакцины в данной популяции. Есть несколько идущих исследований, незавершенных исследований для рака шейки матки. Исследования изучают только побочные эффекты, но не эффективность. И существует исследование для женщины, которое показало, что можно добиться хорошего ответа через год. Но затем наблюдается снижение титра антител. Особенно это касается титра ВПЧ-18. И также было показано, что ВПЧ-инфицированные женщины, у них существует несколько различных генотипов. Возможно, 4-х валютной вакцины не очень хороший вариант вакцинации для них, хотя данных пока недостаточны. Для анального рака существует исследование, которое показало, что существует очень часто высокая частота, больше 60% анальной ВПЧ-инфекции, при раковых изменениях у ВПЧ-инфицированных пациентов, людей любого пола женского или мужского. И это очень молодые пациенты. Уже в 16 лет уже наблюдается значительное число изменений. Поэтому мы не уверены в том, что вакцинирование в этой популяции окажется очень успешным. Еще несколько слов. Хотел бы сказать, что также как с раком шейки матки и санального канала существует высокая частота орофарингеальной ВПЧ-инфекции и, соответственно, орофарингеального рака во всех инвесторственных группах, мы знаем, что также, мы знаем, что у орофарингеального рака, который не связан с ВПЧ, лучше, чем у того, который связан с ВПЧ-инфекцией. Здесь показана небольшая информация, которая даст вам знать, что будет проходить в будущем. Число случаев рака, скорее всего, будет сокращаться в ближайшие 10 лет и будет смещение, сдвиг с... Меньше частота будет коротком капоши и большая частота рака председательной железы и рака легкого. Итак, в заключение. Безусловно, у ВИЧ-инфицированных пациентов есть более высокий риск значительного числа видов онкологических болеваний, которые связаны с инфекциями ВПЧ и другими вирусными инфекциями. Это также рак легких. Риск с инфекцией снижается. Вероятно, связано с использованием травистной терапии. Тем не менее, несмотря на снижение частоты, риск онкологических заболеваний остается повышенным, что говорит о том, что постоянный контроль над укладчиками с заболеваниями необходимо. И мой последний слайд. Таргетные воздействия стороны системы здравоохранения, направленные на инфекцию вирусом по пилому человека, смогли снизить число заболеваний, связанных с этим вирусом. Это такие меры, как скрининг на шарах, шек и маятке у всех выростных групп женщин. Так что необходимо продолжение скрининга и расширение программы вакцинации для мальчиков и девочек, я имею ввиду подростков, не на момент уже инфицирования ВПЧ, потому что этот момент слишком поздно. И также важно консолидировать усилия, направленные на расширение доступности и масштаба антиретровизмной терапии, а также необходимо дополнительные усилия, направленные на эту группу пациентов. Большое спасибо, доктор Херд. Я бы хотел задать один небольшой вопрос, как представлены шансы аудитории. Если у женщины ВПЧ позитивно, если у нее диагностика, например, микроинвазивный рак шек и матки, если у нее СПИД, микроинвазия, если вы считаете это инвазивным раком, микроинвазия, если у нее СН3, это инвазивный рак, это все равно считается СПИД. Да, да, безусловно. Хорошо, спасибо. И правильно я поняла. Что относительно анального рака? Анальный рак у ВИЧ-позитивных людей, это тоже означает, что у них родился СПИД? Нет, нет. Есть только три варианта. Рак, который начался родился СПИД. Это нехольская лимфома, рак шек и матки и карпома капоши. Это в связи с размером ассоциации, степень ассоциации? Нет, это связано с историей эпиземиологии. И исходно эти три рака были более распространены в отличие от анального рака, поэтому они считаются критериями. Хорошо, я поняла. Я думаю, что у нас есть еще время на один вопрос. Большое спасибо за прекрасную лекцию. Извините, я не могла присутствовать на присутствующих сессиях. Надеюсь, что я не задал вопрос, который уже обсуждались. Но мой вопрос с развитием иммуно-онкологической терапии рака. Где, вы думаете, вы можете видеть ассоциацию? Насколько эффективна может быть иммуно-онкология в лечении людей, которые заболели в ВПЧ? Большое спасибо за этот вопрос. Если честно, мне казалось, что у нас нет времени для отсутствия обсуждать, но есть два момента. Иммуносупрессия повышает риск рака у всех пациентов в общей популяции. Лечение рака повышает степень иммуносупрессии. И это означает, что эти люди характеризуются очень высоким раком, риском развития рака. Что обычно происходит? Обычно пациентов с ВИЧ лечат так же, как пациентов без ВИЧ. Важный вопрос, связанный с взаимодействием между джек и джек сигналами. И сейчас существуют рекомендации, обсуждения того, чтобы инфекционисты работали вместе с онкологами, чтобы улучшить лечение, которое включало бы в себя новые виды иммунотерапии. Сейчас появляются новые исследования, которые только начались, такие как исследования антипиди-1 агентов у ВИЧ-инфицированных. Но мне кажется, что пока я не могу дать четкий ответ об их эффективности. Слишком рано. Но концепция привлекательная, безусловно. Продолжение следует...